Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу поговорить о том, кто такой дизайнер одежды, вообще кого мы представляем, когда мы говорят «я дизайнер одежды», что я должна делать, как я должна делать, как это должно происходить, какие есть представления у профессионалов, какие есть представления у людей, не относящихся к миру моды, и как они это себе представляют, и вообще какие есть разнообразные, ну, можно сказать, типы дизайнеров, да, и чем они занимаются. Я сейчас говорю исключительно про разрез дизайна одежды. Конечно же, есть и полиграфические дизайнеры, и дизайнеры стилей, визиток, интерьеров и так далее. Их очень много. Есть ландшафтные дизайнеры. Мы сейчас говорим исключительно о дизайне одежды, и даже здесь у нас есть с вами разное представление. Поработав в этой сфере, я могу сейчас выделить четыре основных типа, на мой взгляд, да, самых актуальных. Это дизайнер, работающий в масс-маркете, дизайнер-звезда, то есть дизайнер как дизайнер, как вот творческая единица, дизайнер-бренд и индивидуальный пошир. Давайте я дальше расскажу, что я имею в виду под этими понятиями. Дизайнер-звезда. Это те дизайнеры, которых мы знаем вне зависимости от бренда, вне зависимости, кто они, что они. Вот он дизайнер. Если мы смотрим на Карла Лагерфельда, мы понимаем, что это Карл Лагерфельд. Да, он сотрудничал с Домом Шинель, он сотрудничал с Фенди, у него был свой бренд, но Карл это бренд. Таких дизайнеров очень мало. Это маленький-маленький процент, где-то 0,01% от всего вообще объема. Они звезды, они входят в историю, мы их помним, мы их знаем. Джон Гальяна, вне зависимости от того, в каком бренде, он, конечно, в Диоре светил, может быть, более ярко. Но все равно это дизайнер-звезда, которого мы знаем, который на высоком уровне творит, создает искусство. Следующих я выделила, это дизайнер-бренд. Виктория Бекхам, мы знаем ее как человека, как личность, как в прошлом певицу, сейчас как достаточно влиятельный британский дизайнер. Она выступает, и ее коллекции можно увидеть. И бренд одноименный, да, Виктория Бекхам. Справа там это Стелла Маккартни. Стелла Маккартни это тоже, ну, как бы, дизайнер-бренд. То есть она сама воплощает себя. Почему я разделила звезд и разделила дизайнеров-брендов? Потому что звезда, она может работать в разных, соответственно, местах. Ну, вот как Карл Лагерфельд, да, он же и Шанель, он же и Фенди, он же и Карл Лагерфельд, собственный бренд, да. А здесь вот именно более специализированный, четкий, персонифицированный стиль, который передается через этого человека. Их сейчас достаточно много, и вот этих дизайнеров их побольше, чем звезд, но они, как правило, привязаны к своему имени, к своему имени-бренду. Там и Майкл Корс вы можете найти, и далее, далее, далее. Очень их много. Здесь сюда же можно, там, и Вячеслава Зайцева, да, то есть у нас присоединить, и других также дизайнеров. Там Терехов, Алена Ахмадулина, они вот все сюда у нас с вами попадают. И это уже не просто одна творческая единица, это целая команда, которая создает данный бренд. И там уже внутри будут дизайнеры другого типа. Есть дизайнеры, которые занимаются индивидуальным пошивом. Здесь тоже много спецификаций. Это могут быть люди, которые шьют вечернюю моду, это могут быть просто которые создают что-то на заказ, это могут быть пошив костюмов для выступлений, это тоже будет считаться как бы дизайном. Как правило, это все в индивидуальном моменте, в единичном экземпляре. И здесь дизайнеры швецы жнецы на Дуде и Грец. То есть он будет сам придумывать, он будет сам воплощать. Вот в этом, наверное, отличие. Здесь будет больше ручного рисунка, будут показывать как, что и зачем, и уже непосредственно воплощать эту идею в жизнь. Он будет и лекалами заниматься, и раскроем, и пошивом. Здесь сюда это все войдет, поэтому это такой вот дизайнер все в одном. И очень популярный сейчас дизайнер это масс-маркет. В масс-маркете работает, наверное, большая часть дизайнеров, и эти же дизайнеры будут работать у дизайнеров брендов, потому что там будет работать команда, и, естественно, они будут заниматься. То есть это такой винтик большого механизма, который хорошо отлажен. И практически, не могу сказать точный процентаж, но 80-90% всех дизайнеров, они где-то здесь находятся в разной степени. Чем он отличается? Я думаю, что вы все знаете приблизительно эти марки. Там Paul Smith, Esprit, H&M, Diesel, Prado, Gucci. Но вы не назовете мне ни одного дизайнера из этих марок. То есть кто Zara? А Манси Ортега – это создатель, он не дизайнер. Кто эти дизайнеры? Вот их там очень много. Это бренд, в котором просто безумное количество дизайнеров работают, мы никогда их не знаем. Вот они создают большой-большой, формируют класс, соответственно, этой работы. Чем должен заниматься этот дизайнер? И что он должен знать? Основа композиции, основа рисунка, владение цветом, знание технологии, то есть ткани, трикотаж, принтование, как это все происходит, они тоже специализируются. Если дизайнер больше занимается нижним бельем, он больше знает и понимает именно в этом. Если он занимается там мехом, это другое. Если дизайнером, это третьим. Если трикотажем, это четвертое. Это, конечно, можно переучиться во время работы, но, как правило, вот эти специализации, они есть. И там трикотажник, и тот, кто занимается мехом, ну, как бы они могут друг к другу перейти, но там нужно доучивать достаточно большой блок по технологии материаловедения для того, чтобы на адекватном уровне с этим работать. Знание материалов, швейные технологии, конструирование. Вот не все дизайнеры, вот прям конструктора от бога, да, когда он садится и может сделать, но он должен понимать, как происходит конструирование данного изделия, или что там, как можно поправить. Когда происходит примерка, он смотрит и понимает, да, вот здесь, вот там, скорее всего, что-то не так. Конечно, это делает конструктор, это инженер, который в этом прекрасно понимает, это более техническая профессия. Хороший конструктор в связке с дизайнером творят чудеса, и это вот надо уважать. Но все равно дизайнер должен это понимать, он должен уметь моделировать. Во многих школах это мучает, как создавать искусство ткани на манекене, красивые вещи, это тоже достаточно важно. Это понимание формы, понимание образования одежды на фигуре, и хорошо закладывает вот эти вот мыслительные процессы, которые идут. Сейчас практически везде требуется владение программами. Список программ, как правило, это Adobe Illustrator, либо CorelDRAW, и Adobe Photoshop. Это базовые программы, которые сейчас просят у дизайнеров. Если уклон в иллюстрацию, то, соответственно, могут попросить какие-то программы на планшете. Но, как правило, все компании работают на компьютерах, и это вот базовый момент. Я это говорю, исходя из того, что, ну, я сама работала, да, я специально изучила вакансии, которые есть именно по вакансии дизайнера одежды, и очень часто это просят. Создание эскизов, создание технологической документации, но при том технологической документации, сейчас многие про нее говорят. Если, кстати, вам интересно, напишите мне об этом, я расскажу подробнее, что такое технологическая документация, что в нее входит, потому что ее создает не один человек, а несколько. Там и конструирование, там и технолог, там, скорее всего, будет и продукт-менеджер, и конфекционер, и дизайнер. То есть дизайнер, как правило, выдает дизайн документацию, а уже из нее наращивается технологическая, потому что там более большой объем. Здесь и владение технологиями нужно, там фотографирование, сканирование, как это все обработать, как это все преподать, формирование тем, настроений, ощущение, там, чувство стиля, да, понимание трендов и умение их вычленять. Потому что даже, когда работаешь с форекастингом, когда смотришь на трансцентеров, люди, которые все-таки эти бренды, и когда это все смотрится, сначала это кажется такой вот очень мыльной пеной, которая непонятно за что зацепится. И со временем вот оно выкристаллизовывается, начнешь понимать, да, будет направление цвета в это, будет направление слойа в это, будет... Вот это тоже достаточно большой навык, который нужно вырабатывать. Нужно понимать процесс производства, потому что очень многие обижаются, когда вещи, которые они создали, передают на производство, начинается упрощение, хочется все-таки вот так же, а здесь же как бы и цена закладывается, и скорость производства, и вообще возможности производства. Там, например, вы отдали на одно производство, а они не могут пробить петлю, потому что у них там машинка сломалась, оборудования нет, они могут люверсы поставить. Начинается какая-то вот эта вот игра. Тоже вот это понимание нужно и важно. И в российских компаниях во многих, ну, поскольку я на русском языке говорю, но мы все-таки говорим про российский рынок, нужно задание английского языка. Ну, даже если вы на другом языке говорите, почему очень много сейчас производств у Восточной Азии, это Китай, Бангладеш, это может быть Индия и так далее, то общаться с менеджерами вы, скорее всего, будете на английском. Поэтому терминологии никогда вам лишней не будет. Можно, конечно, на языке страны говорить, но английский считается как бы международным языком, и оформление документации на английском очень часто подразумевается. Поэтому, когда ко мне иногда приходят люди и говорят, ой, как же так, ну, я английский не знаю, если вы планируете работать в крупной компании, придется его подучить, потому что, частно, это является основным требованием для приема на работу. То есть это не то, что я придумала, сказала, ай-яй-яй, вот как же так. То есть хотите зарабатывать больше денег, хотите быть более высоким специалистом, более профессиональным, придется обретать профессиональные навыки, такие как работа с программами, владение языками, пониманием вот этого всего процесса, и тогда вы будете цениться, на вас будет стоять очередь, к вам будут заказчики идти. Если вы этого не делаете, то потом, ой, ну как же так, я же картинку красивую нарисовала. Нет, дизайнер не про это, дизайнер это вот, это функционал, который вы должны понимать. Где-то больше, где-то меньше, где-то от руки попросят нарисовать, но это как бы вот здесь. И вот специально, чтобы не быть голословным, привела примеры вакансий. Вот смотрите. Разработка коллекции, отрисовка эскизов, подбор тканей, взаимодействие с конструктором-технологом, оформление технической документации, проведение примера, комментирование и коррекция образцов, что я говорила, нужно конструировать, иначе как вы это будете делать, мониторинг рынка модной одежды с целью поиска новых материалов. Так, идеи, креативное мышление, опыт в аналогичной должности пишут везде, мы с вами дальше поговорим про это, да, в других видео. Знания ПК, CorelDRAW, Illustrator, MS Office, Photoshop и тут нету. Уверенные владения рисунком от руки. Вот еще пример, да, создание капсульных коллекций одежды, подбор фурнитуры, тканей, участие в примерках, работа с поставщиками, профильное образование, MS Office, Illustrator, CorelDRAW, Photoshop. Ничего не придумываю, все, вот, пожалуйста. Можете посмотреть, я эти вакансии брала с HeadHunter, да, ну, естественно, они постоянно обновляются, возможно, именно этих вы не увидите, но как это все происходит, здесь все написано. Вот, подготовка ТЗ на принт, иногда бывают дизайнеры-принтисты отдельно в компании, к которым вы будете готовить задания, иногда будете разрабатывать сами. Вот этот функционал, он плавает в зависимости от того, что, какие требования там внутри компании. Кто для вас дизайнер одежды, что вы себе представляете, слыша это слово, и это не совсем, ой, ты дизайнер одежды, давай ты мне подошьешь брюки, я такое тоже иногда слышу, но как бы я не совсем про это, да, я пытаюсь людям объяснить, чем же я все-таки занимаюсь, какой у меня функционал. Но, есть ли у вас какие-то вопросы вообще, кто этот человек и чем он занимается, и чему надо учиться, исходя из этого перечня, я с удовольствием с вами это пообсуждаю, и если появится прям большая тема, конечно же, вам расскажу и запишу отдельный ролик. Еще, конечно, мы с вами разберем в следующих видео, как заработать дизайнеру одежду, где вообще брать заказчиков и деньги, да, с этой работы, и как готовить портфолио, потому что это очень такой вопрос, который мне часто задают. На этом все, с вами была Чайковская Екатерина, до скорых встреч, пока-пока.